Пророка в описании И нам предлагается в конце книги Левит на этот год две недельные главы вместе. Одна из них называется «Бхар», она всего очень коротенькая. Левит 25 глава, а другая называется «Бхукатай», что означает «по заповедям» или «по уставам моим». И мы видим, вот эти главы, они идут, две главы идут в заключении книги Левит. И фактически после того, как народ получил все, народ получает конституцию в виде десяти заповедей, народ получает мишпатим, судебные повеления, народ строит святилище. И начинается служение в святилище. То есть практически все это проходит достаточно большой промежуток времени. Но практически все готово к тому, чтобы можно было идти в землю ханаанскую. И вот поэтому 26 глава говорит и разъясняет нам заключительные моменты. Можно так сказать, заключительная стадия завета. И она начинается словами. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод твой, и молодьба хлеба будет достигать у вас в собирании винограда, собирание винограда будет достигать посева. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не обеспокоит». Мы видим, как Господь фактически в конце всей формулировки завета дает самое главное, что указывает на условность этого завета. Благословение и проклятие. Посмотрите на эти благословения. В первую очередь Господь говорит об экономических благословениях. Вот почему земля дает дожди вовремя. Это один из залогов успеха сельского хозяйства в Израиле. И поэтому написано «молодьба хлеба» у вас достигать будет собирание винограда. Естественно, мы видим, опять же, это привязка к тем условиям, когда «молодьба хлеба» заканчивается где-то в июне, во времена Пятидесятницы. А собирание винограда начинается к августу месяцу. И мы видим, как Господь говорит, что Он обеспечит мир. Все приготовлено для того, чтобы народ действительно был образцом. Эти слова используются в книге пророка Исаии, 65 и 66 глава, когда Господь дает благословение Своего Завета, опять повторяя, давая возможность Израилю снова использовать шанс после Вавилонского плена. Однако, кроме благословений, есть еще и элемент проклятия. Естественно, мы видим здесь, он и прописан. «Если вы презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так как вы не будете исполнять заповедей мои, нарушив завет мой». Видите, вот эта вот формулировка «Если презрите и нарушите завет мой». Фактически, до сего момента, с 19 главы книги «Исход» мы с вами читали в большинстве своем, вот в этом законодательном таком стилистике, она другая, в отличие от книги «Бытие», в отличие от «Повествования Исход». Все вот это была большая книга Завета. Вот почему мы говорили с вами о том, что пятикнижие довольно трудно разделить на отдельные пять книг, оно идет одним общим свитком. И вот это вот у нас, как раз вот эта глава, вот эти тексты говорят, что вот здесь идет заключительная формулировка Завета. 19 глава, пятый текст дает нам преамбулу, говоря, «Если будете соблюдать завет мой, если будете следовать за мной, то я вас сделаю уделом из всех народов». Народ говорит на «Севанишма» «Все, что ты нам сказал, мы будем выполнять». И дальше идет изложение Завета. Если вы заметили, это изложение Завета длится более года. «Народ живет в Синайской пустыне, питается манной и живет на всем, что дает Господь». И вот это заключение Завета, заключительная формулировка, те же самые слова, только в расширенном виде. И эти слова включают последствия выбора. Если вы выберете следовать за Заветом Моим, я дам вам охрану. Но если вы пойдете другим путем, то я начну обращать, пытаться обратить свое внимание на вас и ваше внимание на себя. И вот это дальше идет формула проклятий. И идет постепенное нарастание Божьего, как говорится, внимания к народу, если народ начнет отступать. И фактически здесь, в этой формулировке проклятий и благословений все достаточно конкретно. Я вам даю либо здоровье, тогда у вас все нормально, либо я вас лишаю здоровья. Прочитавшись от 5 главы Исаии, можно увидеть все элементы благословений Завета, перечисленные там. Когда Исаия хочет ободрить израильский народ, он перечисляет благословения. И фактически любая пророческая книга, она по своей структуре построена, как книга Левит, 26 глава, только в обратном порядке. Это и книга пророка Исаии, и книга пророка Еремии, в частности, две таких большие, и книга пророка Иезекииля. Почему так? Дело в том, что никаких более постановлений, уставов, кроме того, что записано в Пятикнижье, в Торе, более в иудейских писаниях Ветхого Завета нет. Все, что дальше мы видим в пророческих книгах, это либо запись исторических повествований, либо вот такие вот пророческие изречения, которые как раз начинаются с предречения грядущих проклятий за нарушение Завета. Иными словами, если перед нами Левит, 26 глава, народу Божьему зачитано, вот, пожалуйста, все, что я вам дал, вот оно вам представлено, вот вам ваша конституция, вот как вы должны судить, вот как вы должны проповедовать вашим служением во святилище, пожалуйста, вот это ваш план. Проходит несколько сотен лет, и Господь посылает пророков, которые фактически начинают излагать факты, которые свидетельствуют о том, что израильский народ нарушает Завет Божий. А исторические книги, пророческие тоже, в еврейском каноне понятия исторических книг нет. Единственное, исторические книги, которые относятся к разделу Писаний в Ветхом Завете по еврейскому канону, это книги Паралипоминон или хроники и книги Ездры и Неемий. Все остальное историческое повествование, оно, в общем-то, содержится в пророческих книгах. Книгу Иисуса Навина написал пророк Иисус Навин, книга Судей и две книги Самуила, которые в русском переводе называются как первое и второе царств, записаны пророком Самуилом, а третье и четвертое царств, они записаны пророком Еремией, то есть, ну, как бы скомпилированы. Таким образом, эти книги пророческие. Что получается? Вот эти исторические записи пророков, они служат констатацией факта, отслеживая, как народ Божий соблюдал завет. А уже пророческие книги пророков, они фактически пытаются предупредить через вот эти пророческие изречения, они пытаются предупредить израильский народ о том, что грядет бедствие и грядет проблема. И мы знаем, что иногда эти предупреждения работают, иногда они не работают. Мы видим, как, например, предупреждения пророка Исаии в конце концов срабатывают, когда приходит к власти богобоязненный царь Езекия, который начинает реформы и потом за Езекией следует Иосия. И, кстати говоря, вот в эти периоды благополучия опять мы не видим пророческой деятельности. Все хорошо. А потом опять Господь призывает Еремею. Но уже цари израильские Иоаким, Ехоня и Сидекия они не реагируют на пророческие обличения Еремии. И израильский народ попадает в плен. Но любая пророческая книга из трех которые мы взяли и из более малых она всегда содержит две части. Всегда первая ее часть это предречение проклятий Завета. А вторая ее часть это предречение того, что Господь прощает и дает второй шанс. Почему так? давайте посмотрим на мы видим все эти проклятия Завета мы видим как завершается эти проклятия Завета в 26 главе с 28 текста написано если вы после сего не послушаете меня то есть вот благословения они изливаются сразу совершенное здоровье совершенная экономика мирное сосуществование победа над врагами и присутствие Божье проклятия они идут постепенно и всякий раз предваряются вот это вам будет но если вы не послушаете я вынужден буду сделать второй шаг и вот смотрите если же после всего 27 текст не послушаете меня и пойдете впротив меня то и я в ярости пойду против вас и буду есть плоть сынов ваших разорю высоты ваши города ваши сделаю пустыне опусточу святилище ваше опустошу землю вашу так что изумятся они враги ваши поселившиеся на ней а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего интересно как вопрос субботы здесь поднимается в заключении завета показывая что суббота не является одной из ординарных заповедей не делайте себе кумиров и субботы мои соблюдайте начинается преамбула к благословениям а если вы этого не делаете то тогда удовлетворит земля за субботы свои предыдущая недельная глава Бехар как раз и начинается с повествования о субботнем годе годе в который не надо собирать урожай а в который все что вырастет пусть едят все и насыщаются годе который является годом после которого отпускают рабов и семь субботних лет дают юбилейный год в который прощаются все долги это великий символ того о чем говорит нам пророк Исаия в 61 главе предрекая лето Господне благоприятное это должен сделать Мессия то есть вот это субботы они являются как бы действительно знамением завета о чем мы с вами читали ранее и вот здесь земля восстанавливает свои субботы но заканчивается ли на этом проклятие и все что Бог делает завершается ли на этом отношение Бога с Израилем это как раз условность завета зачастую вводит многих людей в заблуждение потому что сегодня идет очень интенсивная дискуссия особенно в христианских кругах по поводу избранности Израиля и на сегодняшний день есть две точки зрения прямо противоположные первая точка зрения говорит о том что да Израиль это особый народ у Господа ну конечно может быть для кого-то особенно для евреев это польстительно слушать но есть определенные люди которые другой национальности которые говорят что я другого сорта человек и появляется другая теология можно сказать такая теология замещения которая говорит посмотрите а ведь все что им дано это на условии вот посмотрите и все они пожали проклятие Бог проклял их смотрите как завершается 26 глава книги Левит 42 текст и я вспомню завет мой с Яковом завет мой с Исааком завет мой с Авраамом вспомню и землю вспомню и так и вспомню завет с предками их которых я вывел из земли египетской пред глазами народов чтобы быть их Богом я Господь мы видим как после всех этих проклятий которые народ израильский получает Господь говорит но я все таки вспомню мой завет с ними это очень важные слова и именно об этом нам в гафтаре записано слова пророка Еремии у нас в качестве гафтары идет Еремия 32 глава где Еремия находится в осажденном городе то есть фактически вот пророк Еремия он был последним пророком который предрек вот эту седьмую кару Божью вот это пророк которому Бог поручил сказать те слова которые мы только что с вами прочитали в 26 главе с 27 по 34 текст армия Новохудоносора стоит у стены Иерусалима и царь Иудейский не хочет поклоняться Богу и покоряться Ему надеясь на Египет и естественно проходит еще какое-то время и страна оказывается полностью опустошенной но вот в это время осады когда все пытаются найти просто хоть что-нибудь поесть и зачастую занимаются каннибализмом Бог говорит Иеремии пойди горшачнику и подпишись с ним куплю соглашения о купле продажи участка земли и дальше идет великое обетование которое здесь у нас записано в сороковом тексте и я заключу с ними вечный завет по которому я не отвращусь о них чтобы благотворить им и страх мой вложу в сердца их чтобы они не отступали от меня и буду радоваться о них благотворя им и насажу их на земле сей твердо и от всего сердца моего и от всей души моей так говорит Господь Бог как я навел на народ сей все это великое зло так я наведу на них все благо которое изрек о них и будут покупать поля в земле сей о которой вы говорите это пустыня без людей без скота отдано в руки халдеям будут покупать поля за серебро и вносить в записи и запечатывать и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима и в городах Иуды и в городах Нагорных и Низменных ибо возвращу плен их говорит Господь так и случилось Господь проявляет милость свою и здесь на этом примере мы видим как работает закон и благодать закон и благодать не являются уделом исключительно Евангелия и Нового Завета мы видим как согласно Завету народ Божий должен был подвергнуться проклятиям но благодатью Божьей этот народ был возвращен из Вавилонского плена проблема израильского народа сегодня не в том что нет выполнения Завета а в том что если бы слушали о том что предсказывал Иисус Евангелие от Матфея 24 глава не было бы такой страшной трагедии тем не менее мы видим как апостол Павел самокритично относясь к тому что происходит в Израиле и с его народом однозначно говорит о том что есть великое преимущество от того чтобы быть иудеем 3 глава 2 текст говорит нам великое преимущество во всех отношениях а наипаче в том что им вверено Слово Божье если бы это слово не было пронесено сегодня до сегодняшнего дня израильским народом то фактически оно бы не было сохранено поэтому рассуждая о благословениях и проклятиях будем взвешены в наших суждениях ибо от этого зависит наше восприятие и наша оценка Слова Божьего Торы пророков и Писаний Редактор субтитров